Переломные мини-трактора. Переломные мини-трактора с ломающейся рамой значительно облегчают возделывание земельного участка. Они компактны и поэтому могут работать на небольших участках земли из-за небольшого радиуса разворота. Такие агрегаты легко можно сделать в домашних условиях. Что такое ломающаяся рама? Переломная шарнирно-сочлененная рама – это не что иное, как две большие полурамы. Они соединяются с использованием шарнирного соединения. Техника обладает большой степенью маневренности. Преимущество самодельных ломающихся полноприводных мини-тракторов – значительное снижение радиуса разворота. При этом агрегат способен поворачиваться на полные 360 градусов. Находясь на одном месте, трактор имеет хорошую проходимость на сильно заболоченных местностях. С переменчивым рельефом движущаяся рама изменяет схему баланса машины, что дает возможность обеспечить надежное, хорошее сцепление. С почвой у этого трактора равномерно распределяется нагрузка, поэтому он выдает максимальную мощность. По своим характеристикам техника с переломной рамой значительно превосходит легкую садово-огородную технику и ничем не уступает тяжелым заводским тракторам. Обычно это устройство имеет привод на четыре колеса полноприводного и это повышает проходимость и устойчивость тракторов. Мини-трактор с переломной рамой – особенности сбора устройства. Сборка трактора с переломной рамой потребует вложения значительного количества финансов и времени. Нужно иметь в виду, что под рукой может не оказаться некоторого инструмента и его поиск может занять много времени. Однако мини-трактор-переломка своими руками обходится дешево, особенно когда под рукой есть все необходимое оборудование. Даже сравнительная трудность создания мини-трактора-переломки компенсируется хорошими результатами работы. Какие инструменты понадобятся, чтобы сделать модель переломного мини-трактора 4х4, потребуются такие инструменты – аппарат для сварки, токарный станок, резак по металлу, отвертки, ключи и другой монтажный инструмент. Материалы для конструирования разрабатываемое устройство состоит из нескольких узлов. Одни инструменты берутся из прочей техники, без дополнительного переделывания, некоторые нуждаются в определенной доработке. Необходимые материалы – рама, двигатель, можно из мотоблока, НИВА-погрузчик, раздатки, ходовая часть, она включает в себя колеса, оси и подвеску, сборку, включающую в себя тормозные диски, звездочки, рулевое управление, сидение, механизм, к которому прикрепляется навесное оборудование. Обратите внимание, идеальным вариантом будет приобретение старого легкового автомобиля «Жигули Нива АК», из которого можно будет взять все необходимые запчасти. Рама проектирования самодельного трактора. Не нужно собирать такое сложное устройство без подробных и понятных чертежей. В процессе работы нужно подгонять и соединять большое количество деталей, без чертежа это сделать практически невозможно. Выбор чертежей богат, с помощью специальной литературы можно создать оригинальный вариант мотокультиватора. У каждого фермера-садовода бывают разные конструкторские способности. Если их нет, то можно обратиться к знакомым, которые наверняка помогут в этом непростом и полезном деле. Трактор своими руками. Для сбора мини-трактора своими руками с двигателем от мотоблока 4х4 нужно соблюдать последовательность действий. Всегда нужно начинать с базы и потом переходить к деталям. Рама и кузов для сбора конструкции надо сварить две рамы. Необходимый размер передней рамы 90х36 см, задний 0,6-36 см. Используются швеллеры с номерами от 5 до 9. Самодельные агрегаты, изготовленные с применением такого профиля, обладают стойкостью к повышенным нагрузкам. Если нет повышенных требований к жесткости производимой конструкции, разрешается использовать более мягкий профиль. Важно! Соединение между двумя конструкциями делают под наклоном в 45 градусов. Если для рамы брать чересчур толстый металл, то трактор будет тяжелым и неудобным. На передней раме устанавливаются две трубы, имеющие квадратное сечение. Они будут выполнять подрамник. Следует приварить несколько площадок для монтажа прочих узлов. Их количество зависит от общего устройства трактора. На задней полураме устанавливается вертикальная стойка из металла. Она усиливается по бокам. К задней части полурамы прикрепляется пластина из металла. Она необходима для навески. Без нее трактор не будет нормально функционировать с дополнительным оборудованием. Важно! Пластины и уголки изготавливаются из металла, толщина которого не меньше 12 мм. Полурамы соединяются между собой с помощью карданного механизма. Кардан являет собой стальные вилки с шарниром. Детали для сооружения карданного механизма можно взять из КАМАЗа. Если фермер имеет модель мини-трактора из ОАЗа, переломка своими руками будет иметь подобные характеристики. Правильно установленные полурамы должны легко перемещаться горизонтально и вертикально. Сверху раму и место сочленения закрывают листом металла. Рулевое управление и сидение колонка рулевого управления прикрепляется к пластине передней рамы с помощью болтов. Чтобы поворот руля в самоделке точно повторял движение трактора, нужно вставить червячную передачу в обратном положении. Рулевое управление и сидение мини-трактор сломающийся рамой интересен тем, что руль находится в передней части рамы, в то время как сидение водителя в задней. Если не поменять направление червячной передачи, то управлять трактором будет очень сложно. Гидронасос. Емкость для масла расположена в непосредственной близости с силовой установкой. Гидроцилиндры являются обязательными, потому что с их помощью гораздо проще управлять мини-трактором во время интенсивных полевых работ. Дополнительные приспособления, которые вставляются для улучшения производительности, передняя навеска для уборки снега, мусора, силовой цилиндр для изменения расположения навесного оборудования, ресра для кресла водителя, элемент обшивки. Двигатель на этот трактор устанавливает двигатель от какой угодно легковой машины. Мотор можно смонтировать на подрамнике и закрепить с помощью болтов. Важно! На двигатель нужно поставить дополнительное охлаждающее оборудование. Это связано с тем, что мотор от легковой машины не справляется с большой нагрузкой. Установка охлаждения особенно актуальна в регионах с очень теплым летом. При монтаже мотора непременно рассчитывается необходимо передаточное число. Если скорость трактора составляет от 3 до 5 км в час, скорость оборотов не должна быть меньше 1800 оборотов в течение минуты. Давление на один леймих варьируется от 190 до 300 на квадратный сантиметр. Обратите внимание, нельзя превышать рекомендованные показатели, иначе процесс вспашки будет неэффективным. Различные двигатели можно дооборудовать в зависимости от первоначальной идеи и заданий, которые будут выполняться с помощью мини-трактора. На некоторых мини-тракторах могут быть дизельные двигатели с одного или двумя цилиндрами. В этом случае машина 4х4 потребует некоторого увеличения передаточного числа. Часто применяют моторы типа У2, СД4. Они превосходно справляются с нагрузками и подаются перекомпоновке. Моторы МТ9 имеют большой запас прочности и долговечности. Колеса рамы мини-трактора устанавливаются на колеса. Не существует общих рекомендаций относительно того, какие размеры колес должны быть. Для транспортировки грузов нужно выбирать колеса с диаметром от 13 до 16. Для полевых работ следует выбрать колеса с диаметром от 18 до 24. Колеса если выбрать колеса недостаточного размера, то мини-трактор будет работать неправильно и проваливаться в землю. Если же подобрать колеса с большим размером, то водителю нужно будет тратить очень много сил во время полевых работ. К сведению, покрышки должны обеспечивать хорошее сцепление с грунтом. Так можно будет увеличить маневренность, уменьшить нагрузку на ходовую часть. Дополнительное оборудование Для качественной и продуктивной работы самодельные мини-тракторы 4х4 обязательно должны иметь вал отбора мощности. К нему прикрепляются все другие устройства, такие как осилки, плуги, жатки и прочее оборудование. Вал отбора мощности можно позаимствовать от старой тракторной техники. Кабина для такого мини-трактора нужна в том случае, если предусмотрено его использование в зимнее время. В другом случае будет достаточно установить простой брезентовый навес. Интересно, для безопасной работы на даче в темное время суток следует поставить фары и габаритные огни. Мини-трактор своими руками 4х4 с переломной рамой это отличный помощник для обработки фермерских угодий с большой площадью. Несмотря на то, что для его сбора потребуется много времени, он принесет отличный результат. Дешевизна сборки делает мини-тракторы сломающейся рамой лучшими помощниками для небольших хозяйств. 0.0 VOT ARTICLE RATING Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok